Один брат хороший, он студент, будущий юрист, ревностный, любил свидетельствовать, проповедовать. И вот однажды, а у него заканчивался уже университет, и однажды приходит и говорит, Михаил Иванович, я впал в блуд. Как? И вот в троллейбусе с одной женщиной, молодой, беседовал, она пригласила меня к себе, говорит, пойдем ко мне домой, ты мне подробности расскажешь. И я пошел, мы вечер провели вместе. Ну, а потом она вот такая наглая, ну, в общем, впал в блуд, и все. Что мне теперь делать? Ой, браточек, тебе обязательно надо отлучать. Обязательно ты при церкви должен сказать, что ты натворил. Ой, да неужели, а может быть, как-то тихонечко, молча. Нет, нет, церковь должна знать вся. А я знаю, что он вскоре хочет жениться. Я это знаю. Церковь должна знать. Поверь мне, что в последствии ты будешь благодарен, что мы настояли, чтобы церковь знала. Но если так, я это сделаю. Со слезами объявил церкви. Его отлучили, конечно, отлучили. И скажу вам, некоторые отлучают на полгода, на год, а я считаю, что это неправильно. Обычно мы отлучаем до исправления. Как это на три месяца отлучать? А что через три месяца произойдет? Да суть не в трех месяцах, до исправления мы отлучаем. Да, братец? Ну и приняли его через пять месяцев. Хороший он. И в церкви молится о своем состоянии. И любезен, и никогда собрание не пропускает. Вся церковь согласна его принять. Это был великий праздник. И можете себе представить, вскоре после принятия объявляется он в церкви с невестой своей и назначается свадьба. Ну, все хорошо, все довольны. И вдруг этот брат подходит ко мне и говорит, за неделю до брака. Говорит, вот та женщина, с которой я впал в год, она пришла сегодня. Ого! Я говорю, Сашенька, все будет хорошо. Вот если бы мы скрыли, то была бы беда. Во время бракосочетания она объявила бы, это мой! Остановитесь! А сейчас ничего не скажет. Потому что церковь скажет, да мы знаем, что он был, впадал в блуд. Он наказан и прощен. А? Это нас не страшит. А она наглая подходит. Саша, а ты что ты долго ко мне не заходишь? Заходи. Нет, я не пойду. Подходит Саша ко мне и говорит, вот так и так. Ты непременно скажи, что завтра к ней придешь. Завтра? Ну, посылаю я его с одним братом-служителем. И завтра они идут. Приходит брат Саша и говорит, я пришел сказать тебе, что я неправо поступил, согрешил пред Богом. И я об этом сказал церковь, церковь меня отпущила, церковь наказала. А теперь простила, теперь я член церкви. И пришел и у тебя попросить прощения. Да я ничего не имею, ничего не имею. И ушли. Брак был. И она была. Смотрела, как там брак был. И не могла нарушить. Поверьте мне, если бы мы не объявили этот грех в церкви, могла бы нарушить? Могла. Могла. А мы жало вырвали. Да. И все спокойненько. Сейчас у него уже пятеро детей, он так доволен. Так доволен. Что прошло, как прошло. Скажите, разве мы его что, опозорили? Нет. Не опозорили. Но во всем нужно подходить к каждому вопросу особо. Особо, братья. И я хочу, братья милые, сказать, что проблем иногда бывает немало. Кажется. Уважаем. Кажется. Продолжение следует... Продолжение следует...